Уже можно? На самом деле, я еще перед началом фильма и после его окончания, я уже в принципе сказал, потому что мои теплые и мои самые лучшие отношения к людям, живущим в этом городе, вот я вспоминаю свои гастроли, потому что это были на самом деле мои первые шаги в театре, так вот все мои самые лучшие теплые чувства, они после сегодняшнего просмотра, они еще более упрочились, не просто во мне, а в моей душе, в моих чувствах, в моей памяти, потому что, ну редко бывает действительно такое вот, что ли, такое состояние праздника, что ли, оно достаточно редкое. Вот в вашем городе умеют, умеют чувствовать, умеют это понимать, умеют это ценить и возвращают со старицей, я так скажу. Поэтому чувства еще более теплые, еще более безграничные, что ли, после сегодняшнего просмотра, потому что реакция людей после фильма, который мы сами, сделавшие люди этот фильм, мы сами горячо любим, и реакция этих людей, она нас просто поддерживает и помогает нам жить и работать дальше. Это не высокие слова, это так. Иначе все теряет смысл, как только нет обратной связи, это и в театре, это и в кино. Я сегодня попал на праздник, когда я увидел и почувствовал эту самую обратную связь, которая нам, артистам, режиссерам, всем остальным людям, делающим кино, делающим спектакли на театре, она нужна нам, эта обратная связь. Повторяю, иначе все становится бессмысленным в ее отсутствии. То есть было чувство театра, как бы вот эта обратная реакция публики, пришедшей на спектакль? Нет, оно было еще чище. Это не было чувство театра. Это было чувство радости и тепла, потому что, и я счастлив, что не было чувства театра, потому что театр это все равно прикрытие, это все равно неискренно. Люди, сидевшие сегодня в зале, были абсолютно искренны. Они это выражали, то, как они выражали, что они выражали. Это и есть подтверждение, как бы, вернее, это не подтверждение, это и есть праздник. Не подтверждение праздника, потому что сегодняшний праздник не нужно было подтверждать. Просто состояние людей, которые реагировали, которые задавали вопросы, порой там, я не знаю, нелепые, какие-то смешные, но искренние вопросы. Вот это и есть праздник. Значит, в них попалось, что это случилось. И мое ощущение, просто откровенная радость. Я рад за то, что наша работа принимается так. Я рад, что люди радуются, глядя на нашу работу. Поэтому и для сегодняшних зрителей случился праздник, он случился и для меня. И я непременно этот праздник отвезу в Москву и подарю его всем своим коллегам. И последний вопрос. Ну, напоследок уже. Вам довелось закрывать фестиваль эхо-киношока, так сказать, вот этим фильмом, своим присутствием. Что-нибудь теплое в адрес людей, организовавших этот фестиваль? Ну, теперь держитесь. Дело в том, что когда в Москве мне позвонили и сказали, значит, в городе Екатеринбурге будет проходить фестиваль эхо, я подчеркиваю слово эхо, фестиваль киношок-95. Так вот, друзья мои, я участвую в закрытии сегодняшнего фестиваля. Я вас уверяю, что у вас не эхо, у вас буря. Поэтому это вовсе не отголосок какого-то другого фестиваля, это ваш праздник, сделанный вами, созданный вами, который вы подарили жителям своего города, который вы дарите нам, делавшим эту картину. Поэтому я хочу сказать вам огромное спасибо за вашу невероятную, за вашу сложную работу. Я хочу сказать спасибо Ирине Константиновне, которая, я уж не знаю просто всех тонкостей и деталей, каким образом эта ниточка все-таки из Москвы попала сюда в Екатеринбург, а здесь вы на своих могучих плечах все это подхватили, вынесли и просто создали праздник. Вот поэтому дай Бог вам здоровья, дай Бог вам счастья и дай Бог вам вашего негасимого оптимизма и впредь, чтобы плечи ваши были мощны, оптимизм был неиссякаем и таким образом праздник будет чаще в нашей жизни. Вот поэтому спасибо вам всем. Я надеюсь, что жизнь еще подарит нам встречи друг с другом и мы устроим еще не один праздник. Дим, вот родившись в 2 часа ночи, вы в котором часы вы предпочитаете вставать по утрам? Ну то есть реальное какое-то оптимальное... Это с возрастом меняется. Раньше я любил спать до 11, до 12, работа так позволяла, а теперь я встаю где-то в 6, больше не могу спать. А в празднике не ложиться? До 11, до 12 все-таки, да? Раньше было. А в празднике не ложиться. На самом деле замечательно, потому что мы с Димой познакомились только сегодня. Он приехал ко мне в номер, в смысле, чтобы забрать меня вот сюда. И как-то так обронил, дескать, фразу, что много Димы последнее время развелось. Я сказал, ну и что? И Дима подхватил, он говорит, это же хорошо. И вот я говорю, Дима, это очень хорошо, что вы родились в 2 часа ночи, что вы любили спать до 11, до 12. По праздникам вообще не ложитесь. Я вам пугатываю в этом себя. Поэтому абсолютно точно и смело могу сказать, Дима, замечательно, что вы любились. То есть, рождайтесь каждый год заново и заново, не считайте, сколько там вам накапывает, это совершенно не важно. Гордиться этим, по-моему. Потому что пока жизнь, энтузиазм в человеке, совершенно не важно, сколько там, 10, 15, 20, 40, потому что дело-то не в количестве, как бы, цифрах дело. Это абсолютно правильно. Дело в количестве прожитого времени, поэтому можно иметь за плечами 60 этих самых единиц и быть человеком совершенно молодым. Поэтому, проснувшись утром, вот если вдруг вы сегодня ляжете, проснувшись утром, пожалуйста, не напрягайте свою память для того, чтобы сосчитать. Сколько вам стукнуло. И старайтесь об этом не задумываться. Всякий раз, рождаясь в 2 часа ночи, вот каждый год, не считайте. Живите и дарите лучше тот праздник, который вы подарили сегодня всем в зале. И мне точно такой же степень. Спасибо вам. Дима, удачи. Спасибо. А я могу сказать со своей стороны и от всей группы спасибо вам, потому что пока есть такие сумасшедшие невероятные люди, как вы, значит, хоть каким-то образом кино будет смотреться. И то, что, как бы, сегодня, тем не менее, там, пока я, я говорю, что в кинотеатрах вроде бы картины пока нигде нет, но здесь хоть какое-то количество людей посмотрело, им от этого стало просто хорошо. Этим, я думаю, это, по-моему, самое главное. Потому что я считаю, что иначе, как бы, иначе зачем эта профессия? Зачем? Да, конечно. Так что спасибо вам.